Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана. Сегодня мы продолжаем серию брифингов, посвященных недавнему выступлению главы государства Нурсултана Назарбаева с лекцией на тему о евразийской интеграции в Московском государственном университете. Сегодня мы пригласили высказать свое мнение о лекции нашего президента Ельбаса, заместителя директора казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова Сабину Шариповну Аязбикову. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге и я передаю вам слово. Пожалуйста. Продолжение следует... Создание нового интеграционного объединения и формирование нового исторического времени. 20 лет назад глава нашего государства инициировал и выдвинул идею о создании Евразийского экономического союза. И хотя, как явствует из названия этого интеграционного образования, союз ориентирован на вопросы экономики, но глава нашего государства постоянно говорит о большом комплексе проблем, которые, собственно говоря, выходят за рамки создания экономического союза. И поэтому сегодня предлагаю вам обсудить те вопросы, которые связаны с проблемами образования, науки и культуры. Полагаю в этой связи, что именно эти вопросы, в особой степени вопросы образования, являются той начальной точкой отчета и, по большому счету, и конечной целью создания Евразийского экономического союза, который позволяет нам рассматривать вопросы создания Евразийского экономического союза вслед за главой нашего государства в комплексе тех проблем, которые имеют социально-культурный характер. Вообще нужно сказать, что именно такая постановка вопроса, обсуждаемых сегодня проблем не случайно, и она вытекает из общей социально-экономической политики главы нашего государства, поскольку создание Евразийского экономического союза является основой для формирования социального государства, гражданского общества, межэтнического согласия, диалога культуры и цивилизации. И поэтому стало быть, что наука, образование и культура, как я полагаю, являются начальной и конечной точкой целью создания и реализации Евразийского экономического союза. Конечно, если говорить об истории этого вопроса, если вернуться в период 20-летней давности, нужно признать, что формулировка евразийской интеграции, сама постановка этого вопроса была исторически важным шагом и исторически новой идеей, которую, миссию выполнения которой взял на себе глава нашего государства. И, безусловно, для озвучивания этой идеи требовалась та атмосфера, то сообщество, которое могло оценить, несмотря, казалось бы, на всю парадоксальность этой идеи в то историческое время, требовалась именно та атмосфера и те люди, которые могли бы не только выслушать эту идею, но и которые могли бы эту идею оценить и обсудить. И такой платформой, такой площадкой стал Московский государственный университет имени Ломоносова. Конечно, выбор такой площадки вовсе не случайен. Исторически Московский государственный университет является местом, где всегда формулировались и воплощались самые дерзновенные идеи, самые дерзновенные планы, новые гипотезы, научные гипотезы, концепции, которые, казалось бы, не могут быть приняты в настоящее время широкой общественностью. Именно эта площадка, площадка Московского университета была выбрана главой нашего государства для выдвижения новой идеи. Конечно, в тех исторических условиях эта идея была парадоксальная. Давайте вспомним, именно это было то время, когда новые независимые государства, только получив независимость, ощущая себя свободными от советского диктата, в полной мере еще не были просто готовы к тому, чтобы говорить об идеях интеграции. И несмотря на то, что на тот исторический период времени эта идея, возможно, не была в полной мере воспринята, но она свидетельствовала о новом историческом времени и формировании нового глобального пространства. Площадка Московского университета важна еще и тем, что именно там, из этой сферы, из этой среды, вышли первые евразийцы, это Рубецкой, сын ректора Московского университета, являясь главой нового идеологического движения мигрантов, которые эмигрировали из Советской России в начале 20-х годов, 20-го столетия. Безусловно, вот эта та атмосфера изначального, можно сказать, евразийства, она способствовала восприятию этих идей. Конечно, важно было еще и то, что Московский университет исторически был университетом, где обучались и воплощались свои дерзновенные мечты и желания ученые, студенты многих стран, которые... и вот эта атмосфера диалога, атмосфера взаимопонимания, она, безусловно, способствовала этому. Если мы будем говорить о двух точках и двух лекциях главы нашего государства, то мы можем говорить о двух эпохах – эпохах дезинтеграции государств и эпохе интеграции государств. То есть мы являемся на самом деле сегодня свидетелем того, что эти две лекции, мы должны это понимать, являются воплощением нового исторического времени. Если мы рассмотрим на этот вопрос именно с этой точки зрения и кинем своим взором историю Евразии, то обнаружим следующую закономерность, о которой, собственно говоря, в свое время была отмечена эта закономерность с российским исследователем Вернацким. А закономерность эта состоит в том, что на протяжении истории всей Евразии существовало чередование двух основных форм. Это формирование общей государственности и формирование отдельных самостоятельных государств. Скифская держава, Гуннская империя, Монгольская империя, Российская, Советский Союз – это те империи, которые объединяли евразийское пространство. Но особенность нашего времени и особенность идей Насултана Абишевича Назарбаева состоит в том, что он объединил эти две исторические парадигмы. Парадигму дезинтеграции и парадигму интеграции. В чем это выражается? Выражается это в том, что при безусловном выдвижении идей интеграции глава нашего государства особое внимание уделяет проблемам независимости и независимого существования каждого государства. И, безусловно, это относится не только к сферам экономики, безусловно, это относится и к сфере ментальности людей, к сфере политических отношений, к сфере государственного устройства. Время спрессовалось, и сейчас то, что раньше было периодом становления двух циклов интеграции и дезинтеграции объединилась в одно целое. И глава государства смог взять на себя эту миссию объединения исторического времени и глобального пространства. История Евразии свидетельствует также и о том, что именно евразийскому континенту суждено было играть особую роль в становлении инноваций. Вообще, если возвращаясь к вопросам экономики, как сегодня мы видим, Евразийский союз воплощает в себе абсолютно все парадигмы социального развития не только нашего государства, но и многих государств, то можно обнаружить, что исследователи экономических систем в отличие от устоявшихся исторических парадигм развития социального общества говорят еще и о том, что вообще в истории существовало только три основные эпохи. Это эпоха ближневосточной интеграции, затем одна из центральных эпох, это эпоха евразийской интеграции. Не случайно исследователи, экономисты, говоря о формировании мирсистем, говорят о формировании евразийской или еще как называют исследователи классической эпохи, которая длилась с 1200 года до нашей эры по 1000 год нашей эры. Третья эпоха, в которой, собственно говоря, сейчас мы и живем, и которая сейчас находится в стадии кризиса, это Атлантическая эпоха, океаническая эпоха. И если рассмотреть эти две эпохи с экономической точки зрения, то обнаруживается, что классическая евразийская эпоха – это эпоха созидания, это эпоха формирования мир империи, это эпоха формирования великих традиций. В отличие от океанической эпохи, эпохи разрушения традиций, эпохи формирования отдельных государств, после того, как была эпоха классической евразийской традиции, эпохи интеграции. И мне кажется, вот сейчас мы стоим действительно на пороге вот нового цивилизационного цикла, нового цивилизационного образования, когда мы являемся свидетелями вновь воссозданных интеграционных связей, которые именно они и способны привести к формированию инноваций, формированию тех необходимых всем народам Евразии явлений, которые будут обславливать развитие не только экономики, но и, безусловно, социально-культурной сферы. Уважаемые коллеги, вот вы все формируете новости. И скажите, вот как часто мы видим, я думаю, что вы практически ежедневно сталкиваетесь с такими понятиями и словами и показываете это как созидание, презентация, интеграция, открытие новых проектов. Вот это и есть та эпоха, которая формирует именно возникновение всего того нового, что необходимо уже не только отдельному народу. И, собственно говоря, инновации, они могут возникнуть именно тогда, когда возникает пересечение различных структур. И эти структуры могут иметь самый разный характер. И одно из важнейших таких вот образований и понимания объединения интеграции инноваций осуществлено во всех наших интеграционных проектах, во всех наших инновационных проектах, которые являются действительным показателем нового времени. И глава государства, тонко почувствовав вот это взаимодействие различных эпох, различных цивилизаций, различных традиций, выдвигает идею интеграции. Как вы знаете, существует множество инициатив главы нашего государства, касающиеся части евразийской интеграции. И вот одна из них – это создание казахстанского филиала Московского государственного университета. Нужно сказать, что 14 лет назад глава государства инициировал идею создания казахстанского филиала Московского университета. И эта идея была реализована в достаточно короткие сроки. И сегодня мы уже являемся свидетелями того, что в этом году казахстанский филиал МГУ выпускает тысячного своего выпускника. И все наши выпускники работают на территории Казахстана и реализуют те проекты, являются, как я полагаю, достойной опорой главы нашего государства, которые сегодня являются самыми перспективными становлений и развития нашего государства. И в этой связи мы полагаем, что именно образование наука, а также культура являются теми базовыми основами, которые позволят создать Евразийский экономический союз в его исторической проекции к человеку, в его решении и реализации задач, направленных на каждодневные нужды всего евразийского пространства и каждого человека в отдельности. Поэтому мы полагаем, что наши выпускники – это та опора главе нашего государства, деятельность которых будет направлена именно на это. Спасибо за внимание. Вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к вопросам. Пожалуйста, подходите к микрофону, представляйтесь и задавайте интересующие вас вопросы. Пожалуйста, представьте и первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Айгерим, я журналист информационного агентства Биньюз. Наш президент в своем выступлении в МГУ сказал о необходимости создания научно-исследовательских кластеров как на двусторонней основе, так и на многосторонней основе. Имеет ли казахстанский филиал МГУ возможности для создания таких исследований? Спасибо. Спасибо, Айгерим. Ну, прежде всего, нужно понимать, что казахстанские филиалы МГУ – это структурное подразделение Московского государственного университета. А Московский государственный университет в настоящее время разрабатывает те научные проекты и программы, которые созвучны тем реалиям и потребностям, которые имеет в настоящее время не только Казахстан, но и все евразийское пространство. Хочу заметить, что Московский государственный университет – это 40 тысяч обучающихся. Это 10 тысяч преподавателей и научных сотрудников, из которых 8 тысяч – это доктора наук и кандидаты наук, 18 – нобелевских лауреатов. Вообще, если бы не было в предшествующие годы достаточно закрытого общества, я думаю, количество нобелевских лауреатов в этом университете было бы значительно большее. Но даже эти показатели свидетельствуют о том огромном потенциале, который имеет Московский государственный университет для развития и осуществления двусторонних и многосторонних научных связей. Хотела бы сказать также и о той базе, которую имеет казахстанский филиал Московского университета на сегодняшний день. Как вы знаете, в настоящее время глава нашего государства выделил недалеко от Аккорды, и это является весьма символичным, участок для строительства казахстанского филиала МГУ. И мы надеемся, что в этом году наши студенты въедут уже в общежитие, и в самом скором времени будет построен учебный корпус. Конечно, в формировании и создании учебного корпуса той базы, которая может служить реализацией научных проектов, это важная часть. Но хочу сказать, что даже тогда, когда будет осуществляться строительство, даже не имея на сегодняшний день своей материальной базы, своего здания, но тем не менее ученые-преподаватели Московского университета приезжают постоянно в казахстанские филиалы МГУ и проводят не только общеобразовательные циклы, не только занятия с нашими студентами, но под их руководством осуществляются очень серьезные научные проекты. Вот буквально недавно мы провели 10-е Ломоносовские чтения. Это международная конференция молодых исследователей, студентов, магистрантов, выпускников. И результаты, научные результаты, даже исследований молодых ученых свидетельствуют о том, что произошел некий тандем, когда московские исследователи, преподаватели Московского университета приезжают к нам, а в год приезжает около 160 докторов и кандидатов наук в казахстанский филиал МГУ. И вот в этом тандеме реализуются и рождаются абсолютно новые идеи, которые важны и которые востребованы для стратегического развития нашего государства, для реализации идей евразийства. И даже те исследования, которые мы на сегодняшний день видим, они все связаны и апеллируют к тем решениям и задачам, которые стоят на злобе дня перед Казахстаном и евразийским государством. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Азаман Сузыков, телеканал СТВ. Ну, тот факт, что наш президент провел лекции именно в МГУ, безусловно, налагает дополнительную ответственность на казахстанский филиал, да? И проводится ли какая-то разъяснительная работа со студентами казахстанского филиала по необходимости интеграции, по необходимости Евразийского экономического союза, то есть на постоянной основе? Вы знаете, это, наверное, не столько разъяснительная система, сколько стиль нашей жизни, жизни казахстанского филиала МГУ. Даже вот можно заметить такой факт, что студенты казахстанского филиала МГУ изучают казахский язык, казахскую культуру, казахскую литературу в значительно больших объемах, нежели это происходит в стенах других вузов Казахстана. Именно у нас и только у нас есть такой предмет, как евразийская культура, в рамках которого, собственно говоря, и происходит изучение, обсуждение всех тех вопросов, которые связаны с евразийской интеграцией. Именно у нас и только у нас наши студенты изучают и пишут научные работы по проблемам евразийской интеграции. Поэтому можно сказать, что наши выпускники, мы не только проводим среди них разъяснительную работу, это стиль нашей жизни, это способ нашего существования. И не случайно глава государства, высоко оценивая деятельность казахстанского филиала МГУ, отмечает, что это реализованный проект евразийства. Поэтому на наших студентах лежит особая ответственность в развитии интеграционных связей. И они осознают эту ответственность, они понимают эту ответственность не только перед евразийским пространством, не только перед Россией, как перед тем университетом, перед своей альмаматурой, которая, собственно говоря, и дает им это блестящее образование. Самое главное, что наши студенты ориентированы на работу в Казахстане. И они осуществляют уже эту работу, наши выпускники, внося свой посильный вклад в развитие интеграционных связей и стратегического развития всего Казахстана. Спасибо большое. И второй вопрос наверняка всех интересует, кто собирается поступать в казахстанский филиал. Где работают выпускники казахстанского филиала? Есть какой-то анализ? Да, анализ есть. 97,5 выпускников работает в Казахстане. Остальные либо у нас находятся в декретном отпуске, либо продолжают обучение. То есть получается, если говорить в целом, то практически 100% наших выпускников работает в Казахстане. Из них больше половины работают на государственной службе. Они востребованы и работают в администрации президента, в канцелярии премьер-министра, в различных государственных учреждениях. Наши студенты работают в национальных компаниях. Они востребованы там, где нужно создавать и реализовывать новые инновационные проекты. Они, это те студенты, которые не только имеют объем знаний, но отличительная особенность наших студентов заключается и в том, что они могут находиться в состоянии достаточного малого количества времени и способны очень быстро и качественно реализовать новые идеи. Они ориентированы на креативность, они ориентированы на достижение новых результатов. Поэтому, безусловно, они востребованы в тех сферах, которые требуют создания нового. Наши студенты работают также в сфере науки и, нужно сказать, часть из них является уже создателями, выпускники, вернее, создателями и определенных научных направлений. Наши студенты работают в сфере образования и наши студенты работают в сфере культуры. Вообще, говоря о деятельности казахстанского филиала, хочу отметить, что в настоящее время мы работаем по пяти основным направлениям. Это математика, прикладная математика, экология и природоохранные ресурсы, экономика и филология. Вот пять основных направлений, по которым мы работаем. Но складывается впечатление, что, казалось бы, вот эти пять основных направлений, это не все направления существования нашего государства и тех основных структур, которые реализуют деятельность государства. Но, тем не менее, как показал наш анализ, наши выпускники могут работать, по большому счету, в любой сфере деятельности, поскольку они ориентированы и умеют найти себя, найти решение проблем, даже там, казалось бы, где они не имеют каких-то базовых знаний и базового понимания этого вопроса. Они ориентированы на новое. Они ориентированы на достижение новых результатов. Это, как мне полагается, основное качество, наверное, которое характеризует нашего студента. Поэтому наши студенты работают во всех регионах нашей страны. Они работают во многих отраслях нашего государства. И каждый из них, как мы делаем анализ, и видим и радуемся постоянно и регулярно, имеют продвижение в своих карьерных позициях. И нас, безусловно, это очень радует. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Представьте себе вопрос. Добрый день. Асхат Ниязов, Седьмой канал. По вашему мнению, какую роль в процессах интеграции может сыграть единая евразийская сеть телекоммуникаций? Спасибо. Если можно, кратко, чтобы всем было возможно задать вопросы. Да, хорошо, спасибо. Насколько это получится, кратко? Вообще, глава нашего государства, как вы сейчас замечаете, он по большому счету вышел за рамки Казахстана, России и Белоруссии. И те интеграционные образования, которые были созданы в предшествующие годы, они свидетельствуют о совершенно новом подходе, отличном от той евразийской идеи, которая существовала в среде российских иммигрантов, собственно говоря, озвучивших эту идею. И если рассматривать ваш вопрос именно с этой точки зрения, то мы можем со всей очевидностью обнаружить то, что глава нашего государства последовательно и целенаправленно расширяет зону евразийской интеграции. И в этом смысле, конечно, проблема создания телекоммуникаций, она ориентирована на расширение географического пространства. Вообще, мы когда говорим о евразийской идее, то должны понимать, что она выходит далеко за рамки того экономического союза, который в настоящее время создается. И не случайно поэтому глава государства говорит об открытости этого проекта. Не случайно поэтому мы должны понимать, что Евразия – это континент, который объединил Европу и Азию. Не случайно поэтому мы должны говорить о том, что должен существовать диалог Европы и Азии. Но этот диалог может существовать не только в плане обмена информацией, но и также формирование новых интеграционных знаний и нового понимания взаимодействия цивилизации и культур. И в этом смысле формирование таких телекоммуникаций будет способствовать, наверное, формированию духовного пространства, формированию культурного пространства. Именно того пространства, которое позволит расширить Евразийский экономический союз и того пространства, которое, собственно говоря, исторически был объединен едиными целями, едиными достижениями. Спасибо. Здравствуйте. Телеканал 24КИЗ. Евразийская интеграция подразумевает интеграцию во всех сферах. Скажите, пожалуйста, как вы себе представляете интеграцию в сфере образования и что, в свою очередь, могут предложить представители научной общественности? Спасибо. Ну, нужно сказать, что, собственно говоря, в сфере образования интеграция уже осуществляется достаточно большое количество времени. И если были прерваны экономические связи 20 лет назад между государствами, странами СНГ, то связи в области образования они не были прерваны. Была создана Евразийская ассоциация университетов, которая, собственно говоря, способствует тому движению знаний образовательных технологий между всеми странами евразийского пространства. И в настоящее время это та ассоциация, реально существующая, созданная на базе Московского государственного университета, которая позволяет в большей мере продвигать новые технологии, новые знания. Те новые научные проекты, которые возникают в рамках одного государства, в рамках одного университета, становятся достоянием других университетов. И вот эта база формирования общего образовательного поля по большому счету, как мне представляется, является фундаментом вообще евразийской интеграции. Потому что евразийскую интеграцию осуществляют люди, люди образованные, те, кто имеет серьезное профессиональное базовое образование. И понятно, что именно в рамках своих университетов, а эти университеты, большинство из них уже включены в область евразийских, евразийской ассоциации университетов, безусловно, все эти знания формируют ту среду молодого поколения, которая способна не просто воспринять эти идеи, но и реализовать их в своей профессиональной деятельности. Ну и, конечно, я снова и снова возвращаюсь к деятельности казахстанского филиала МГУ. Наш филиал ориентирован на формирование и синтез этих знаний. И самое важное то, что все те знания, которые наработаны Московским университетом, в настоящее время они привнесены и переносятся на казахстанскую землю и реализуются во многих научных проектах. Поэтому, по большому счету, система образования и научная сфера является той базой, которая формирует евразийское экономическое пространство и создает глобальные возможности для реализации абсолютно всех проектов, связанных с евразийской интеграцией. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, представьте себе ваши вопросы. Неделя в Астане, Эльвира Рафикова. Скажите, пожалуйста, а есть филиалии печатные издания, в которых мы могли бы подчеркнуть, узнать о жизни филиала, о победах на конкурсах студентов, преподавателей, об открытиях? Очень животрепещущий для нас вопрос. Вообще, первое, что я могу сказать, это у нас есть сайт, он так и называется, сайт казахстанского филиала Московского государственного университета, где вы можете ознакомиться абсолютно со всей деятельностью казахстанского филиала МГУ с направлением деятельности, с теми видами обучения, даже с расписанием занятий, с той культурно-массовой работой, информационной работой, студенческой жизнью, жизнью студентов в общежитии, проведением мероприятий, посвященных евразийской интеграции. Хочу сказать, что у нас существует деятельность научно-образовательного центра евразийской культуры, достых дружбы. И существует у нас также литературный клуб «Тенгри». И вот деятельность вот этих наших центров и клубов, она, безусловно, тоже является предметом обсуждения и особого интереса. Но самое главное – это то, что на нашем сайте можно подчеркнуть полную информацию о тех преподавателях, которые ведут у нас занятия, о графике их работы, об их достижениях, научном поиске, основных научных результатах их деятельности. То есть, по большому счету, сайт выполняет вот свою задачу той важной информации, которую мы хотели бы донести до общества. Но этим не исчерпывается сказанное. Вообще, казахстанский филиал регулярно выпускает научные труды, научные работы, в которых, собственно говоря, зафиксированы результаты нашей деятельности. Но мы издаем их не только в Казахстане. Результаты нашей деятельности отражены во многих журналах, входящих в топ-издания всего мира. Результаты нашей деятельности отражаются в деятельности и в научных проектах Международной Академии Наук и Высшего Образования Лондона. Безусловно, мы издаемся в тех изданиях, которые реализует Московский государственный университет. Ну и, конечно, это наши издания, посвященные евразийской проблематике. Мы практически ежегодно проводим международные конференции, посвященные данному вопросу. И те научные поиски, которые отражают парадигму современного научного знания, они находят отражение в этих изданиях. Но есть одна, как бы, наболевшая для нас проблема, связанная, опять-таки, с информационным ресурсом. Казахстанский филиал МГУ является филиалом иностранного юридического лица. Поэтому, когда мы обратились в Министерство культуры, и тогда было еще информация, с просьбой зарегистрировать наши новые информационные издания, к сожалению, наш закон не позволяет регистрировать иностранные печатные издания на территории нашего государства. Поэтому собственного вестника, как мы хотели его открыть, к сожалению, у нас нет. Большое спасибо. Вам большое спасибо. Спасибо. Хотелось бы еще раз поблагодарить вас за участие в нашем брифинге. Также всех пришедших мы благодарим за активное участие в нашем брифинге. И на этом брифинг наш подходит к концу. Всем спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.